Итс ТАИМ! Также ее называют мамой Дэна Харди и она является самой противной девушкой в мире фанатов ММА. Это госпожа Алина Романчук. Сегодня мы поговорим с ней о последних событиях и новостях из мира ММА. Обсудим подписания Федора Емельяненко, пока еще не существующий промоушен. Поговорим об отстранении Ника Диаса и вспомним те былые времена, когда паблики, страницы и группы ВКонтакте были еще лучше. Итак, наконец, друзья мои, у нас следующий гость в подкасте это Алина Романчук. Наверное, многие люди, которые, многие уважающие себя люди, которые следят непосредственно за новостями ММА, следят за публикациями в группах, на всяких сайтах и так далее, наверное, не задумывались над тем, кто делает все эти новости для нас, а для нас делают эти вот люди. И один из таких людей это Алина Романчук. Это девушка, которая неплохо, на самом деле, даже отлично разбирается в ММА. И вот у нас она следующая в гостях. Ну, я бы не сказала отлично, но неплохо, да. Неплохо, скромничает. Скромничает Алина, я думаю. Или не скромничает. Ладно, выясним это уже по ходу разговора, по ходу подкаста. Алина, что тебя проявило вообще в ММА? Почему ты вот здесь, почему ты интересуешься, смотришь бои, а не как обычные девушки сидишь в каких-то цитатниках, пабликах про любовь, про отношения и так далее. Может быть, и сидишь, но большей частью времени проводишь именно в пабликах, касающихся ММА. Ой, началось все с того, что меня познакомил с этим спортом, с этой тематикой мой младший брат. Он на год меня младше. Ну, находясь в одной квартире, тяжело как-то не замечать интересы друг друга. В один прекрасный момент, я уже не помню, чем я занималась. Ну, он смотрел какой-то турнир очередной. Это было очень давно. У нас на тот момент не было компьютера. Он ходил к друзьям и записывал на DVD-диск трансляции турниров и смотрел через DVD-плеер. И я села смотреть вместе с ним. Мне, в принципе, это понравилось. Я просто смотрела с ним бои. Чак Алидела, Рэнди Кутюра, Емельяненко. У нас до сих пор есть сборники их боев. Мы храним уже как память. И вот с этого момента всё началось. Я начала активно интересоваться. А потом уже с развитием моего первого паблика. Это был паблик о Дэнни Харди, британском бойце. Уже началась моя деятельность не только как фаната, но и как, скажем, гордо назовём это спортивный журналист и обозревать. Отлично. А почему на Дэн Харди за его такой внешний вид очень необычный? Либо за какие-то бойцовские качества его? Ну, я не буду, конечно, сейчас выдумывать, что он мне понравился, потому что он невероятный боец. У него скоро арсенал и техника. Нет, в первую очередь, конечно, внешний вид. Опять же, брат смотрел его поединок с Майком Свиком. Я посмотрела. Мне очень понравилось, как он себя вёл. Достаточно вызывающе. Он не был похож на других бойцов. Конечно, уже потом немножко меня раздражало его поведение, но я начала интересоваться его карьерой. Мы сделали с братом паблик. Потом так получилось, что другой парень тоже сделал паблика Дэни Харди. У него было больше подписчиков. Он нас пригласил туда админами. Ну, я согласилась. И вот это моё первое детище. Все смеются, когда начинаем рассказывать известная всеми любимая фраза Дэна Харди «Мешок», чтобы меня позлите. Ну, может быть и «Мешок», но это тот боец, с которого началось у меня всё. И вот за это я его, в принципе, люблю и уважаю, потому что именно он, конкретно он, привил вот эту вот любовь к боевым искусствам. А вот ещё о кумирах. Я знаю также, что тебе очень симпатизирует Кондит, Карлос Кондит. Как перешло такое плавное с Дэна Харди на Кондита? А вот так вот и перешло. Это после боя Дэна Харди и Кондита всё с этого началось? Да, да. Да, пошла налево. Вот. Я была очень злая. Я была, после этого поединка, я была очень расстроена, но злилась я не на Дэна Харди, не на Карлоса Кондита, точнее, а на Дэна, потому что он абсолютно очень, ну, плохо подошёл к поединку. Не было ни то физической подготовки. Тогда я, в принципе, была опечалена, но я стала знакомиться с его карьерой, стала смотреть его бои. И чисто случайно меня не то, что пригласили админом в его группу, а я случайно узнала, что я там администратор. Мне сделали такой подарок. Может быть, пошутили так надо мной, не знаю. Ну, я согласилась и, в принципе, с удовольствием веду этот паблик. Мне очень нравится Карлос, и Карлос очень хороший человек. Мне нравится, как он относится к жене, как он любит своего сыночка. Это всё очень здорово. И мне кажется, хороший, качественный боец ММА должен быть не просто бойцом, но и, в первую очередь, хорошим мужчиной. Так вот, плавно мы перешли к судьбе Никодиаса. Ты, наверное, слышала, что хотят его отстранить на долгий срок, которого вообще такого не было, в принципе, в истории, чтобы отстраняли бойца за употребление марихуаны на такой долгий период времени. Я абсолютно не согласна. Я поддерживаю всех бойцов, всех фанатов, которые категорично очень против этого настроены, потому что всем известно, что Никодиас курит трав. Он этого не скрывает. Он не ведёт себя подло. Ну, ради бога, пусть человек курит. Вот, честно говоря, я ещё ни разу не видела, чтобы человек после того, как покурил марихуаны, как-то невероятным образом себя вёл, чтобы это как-то ему помогло в бою, в бизнесе, в карьере и так далее. Я считаю, что никак это не могло повлиять на качество его поединка. Тут уже вопрос в том, а почему Никодиас захотят употребим такое слово «слить». Вот это уже как-то очень странно. Уже глубокий вопрос, который непонятен, да, вообще. Да, и вызывает у меня некие подозрения. Поэтому я думаю, что это наказание, этот штраф в 165 тысяч долларов и отстранение на 5 лет уже говорят о том, что он никогда, скорее всего, не будет выступать. Да, уже точно не будет выступать, если все такие. Кстати, Алина, как ты относишься к тому, что Фёдор вернулся в ММА, решил вернуться и подписал контракт с промоушеном? Точнее, его пока и нет, по сути. Его хотят создать, и хочет создать его бывший директор, насколько я знаю, Прайда, кажется, японец, который... Ну, я тебе скажу так. У меня первые подозрения зародились, когда Фёдор... О, это был, по-моему, турнир Беллатор 134. Я честно признаю, что я турниры Беллатор не смотрю. Я тогда писала новость о том, что Фёдор будет на пресс-конференции. И тогда Фёдору задали вопрос по поводу возвращения. И он как-то так ответил непонятно. И я призадумалась, что, ой, то ли ещё будет. И потом, как оказалось, что Фёдор возвращается, я не думаю, что это деньги. Хотя... Цифры там вообще колоссальные. Насколько я вот видел в новостях, читал в сайтах зарубежных, что там чуть ли не миллионы предлагают ему вне зависимости от исхода боя. Если это вообще правда или просто слухи. Ну, давай с тобой подумаем так. Я думаю, что нам всем понятно, какой будет исход боя. Меня все фанаты Фёдора сейчас могут ненавидеть, но я думаю, что никто не даст Фёдору проиграть после того, как он решил вернуться, после такой новости, которая просто-напросто потрясла весь мир ММА. Я уверена, что Фёдор не проиграет. И опять же, этот пока несуществующий промоушен в Японии Фёдора очень любят. Теперь можно задать тебе вопрос касательно именно контакта, касательно сайтов. Ну, всё-таки контакт. И разного рода паблики. Все мы знаем, что ты была одно время админом в паблике по морде. Правильно? Да, я была там администратором или полтора года, или два, я не помню. Все мы помним твои статьи, твои топы. Просто очень классные были они. На самом деле, этого сейчас не хватает в нынешних, современных, так сказать. Уже можно сказать, что это было в прошлом давным-давно, в годах 90-х. Ну, шучу, конечно. Вот сейчас, в нынешних пабликах, как ты думаешь, чего не хватает? Вот именно сейчас. Ой, я с грустью в душе вспоминаю, как ты говоришь, былые старые времена, потому что мне не хватает тех подписчиков. Насколько это всё было атмосферно, насколько это было дружно, и все были в этом заинтересованы, не хватает в первую очередь пожеланий и даже критики подписчиков нормальной. Потому что сейчас, допустим, я пишу статью для сайта, её разбирают по пабликам, и начинается в комментариях фраза, типа, сразу видно, что это писала девушка, ну, а что в этом плохого, в принципе. Ну, тогда мне нравилось, что ребята просто просили, а вот сделай, допустим, рейтинг, или напиши про такого-то бойца. И без проблем я готовила для них материал. Что сложнее, вести паблик, который посвящён конкретному бойцу, либо вот такой новостной большой огромный паблик? Что сложнее, что легче? Конечно, конкретно бойцу, потому что если боец находится в простое, как, допустим, Карлос во время травмы, писать было нечем абсолютно. Мы вот так вот изощрялись за счёт старых интервью, цитат, картинок. Спасибо его жене, которая активно пользуется Инстаграмом, выкладывает фотографии. Вот. А если это новостной паблик, то элементарно что-то украсть, скопировать, вставить, я думаю, для этого много ума не нужно. Ну, я сейчас из пабликов, я веду конкретно паблики отдельно для бойцов и паблик, который дублируется новость из сайта ММА Боксинг. Вот. Поэтому, ну, для меня легче, конечно, вести новостные порталы. Но я сейчас новостями не занимаюсь, я сейчас пишу только для сайта. И только на сайте, в паблике я новости не пишу, потому что у меня на это уже не хватает времени. Я так скажу, что я не совсем понимаю ребят, которые сейчас открывают новые паблики. посоветовал ребятам просто обратиться в большие паблики. На самом деле, им не помешает какой-нибудь инициативный администратор. Если вы просто хотите готовить новости и публиковать их, вы можете спросить, а не нужен ли вам админ. Я более чем уверена, что вас могут взять администратором. Мне нужен админ в один паблик. Пользуясь случаем, да, хочу сказать, что у нас вакансия открыта. У него другой создатель, я там просто администратор, но мы его так подзакинули. Вот опять же, да, на своем примере я говорю. Не стоит этим заниматься, потому что у вас или не будет времени, либо потом вам надоест, вам будет казаться, что вам мало лайков и неактивные подписчики. Поэтому, вот как вывод я сделаю, не создавайте больше. Совет от бывалых. Алина Ромачук советует. Вот, не создавайте, потому что, ребят, это хорошо, когда вы в себя верите, но у вас вряд ли что-то получится. Это очень большая конкуренция. Их сейчас миллион. И они все дублируют одну и ту же новость. И в итоге любой нормальный подписчик выберет для себя тот паблик, в котором новости будут публиковаться в первую очередь, или немного неформатный. Если вы просто инициативный и хотите что-то свое создать, то тогда, пожалуйста, вперед. Но если вы хотите его раскрутить, то нужно делать что-то свое. Ответили, разобрали, побеседовали почти о всех новостях практически и нашумевших в последнее время. Ну, конечно, есть еще больше новостей, но они в эпизод одного подкаста просто-напросто не влезут. Поэтому тебе большое, просто огромное спасибо за то, что уделила нам чуточку своего свободного времени. Большое спасибо. Мне очень приятно. Я очень переживала, потому что я никогда не была гостем подкаста. Со мной не общались, не беседовали. Поэтому хочу сказать спасибо вам и пожелать развития вашему паблику, вашему подкасту, чтобы побольше переводов делали очень. Они мне нравятся. Спасибо. Ну, надеюсь, что мы будем с вами поддерживать связь. Всем ребятам, которые занимаются пабликами, которые делают новости, я вам желаю удачи. Большое спасибо за информацию, которую вы нам даете. Всем мира и добра. И вам того же, Лена Романчук. Спасибо большое. Это был убойный подкаст.